Ага, все. Зоя, разрешаешь ли ты сделать запись нашей сессии для публикации в моих соцсетях, в открытом доступе, в менторингах и во всех учебных целях? Да, разрешаю. Спасибо большое. Спрошу еще в конце. Да. Мне безумно интересно, как у тебя прошли эти две недели, потому что я помню, с какими ты уходила мыслями, намерениями и так далее. Рассказывай. Да. Ну вот смотри, в ателье я не пошла. У меня как раз сессия была, я после сессии села, и вот твой вопрос, а ты вообще любишь шить? Знаешь, он какой-то был такой отрезвляющий, что я вообще не шью сейчас. Вообще я не беру ни машинку, не открываю. И такая думала, а для чего я туда иду? Для чего? И мне такой деньги зарабатывать. И как будто я прозрела, ну без шитья-то я денег не заработаю, они же не будут там от того, что я сижу там, улыбаюсь приходить ко мне. Я начала, ну как бы, неоткрыто говорить, потому что она открыто сказала свое мнение, что я не готова сама кроить и шить. Вот мне бы было удобно, если бы ты ко мне швеей пошла. Ты бы шила, мне бы прицент шел, ну и все как бы в моей голове тогда, ну как я не работаю, деньги идут, да? А она сказала нет, ну как бы весь вся идея, чтобы я сама на себя работала. Ну вот как бы я сильно извинилась перед ней, что я не готова, не хочу шить вообще. И у меня заболело горло. Я, видимо, настолько это держала, и дня два у меня было сильное горло болело. Потом, когда я все это проговорила, приняла решение, все сделала, ну как бы поставила точную точку, горло прошло. Удивительно прям психосоматика, да, какая. Вот, я как бы прям, у меня прям как будто гора какая-то спала. Потому что я понимаю, сейчас бы я уже работала каждый день, даже если бы я там пыталась себе ограничить по времени, но все равно, ну как бы полдня стабильно надо просидеть. А лето, хочется купаться, хочется отдыхать, дача, как будто я бы себя в какие-то оковы, непонятно зачем, бы я делала летом. Вот так у меня сейчас ощущение. Супер, а что тогда хочешь сегодня? О чем важно поговорить сегодня? Знаешь, отловила себя, что такое хаос. Мы, может быть, затрагивали эту тему, я четко понимаю, что такое хаос, да, и я в нем могу жить. Начиная, грубо говоря, с неубранной квартиры, заканчивая хаос в делах, когда я встаю и не знаю, что будет, потом что-то всплывает, я быстро реагирую, ну и что-то получается. А когда мне надо как-то процесс внутри организовать, у меня такое сопротивление приходит. Даже, знаешь, это на каких-то элементарных вещах. Например, грядка сейчас в цветах в хаосе, да, мне не нравится. Но как из нее сделать красивую клумбу, вот у меня как будто нету вот внутри упорядочивания, да. Мне надо, чтобы дал тут тогда схему мне и сказал, здесь садим там те цветы, здесь те, и получится в конце красиво. И я так, и при том, что он непримерно мне даст, а прям, ну, грубо говоря, на моей клумбе это покажет, да. И тогда я сделаю. Но это упрощенный вариант, да. Если вот что-то глобальное, например, у меня же есть еще вариант пойти работать учителем труда в школу. Даже сейчас я такая думаю, как я буду писать планы, как я буду придумывать, что они будут там есть. Ну, готовить, да. Что мне надо, вот как будто мне вот этот, чтобы организовать группу людей, я должна организоваться сама. Ну, ну, ну и в жизни, да, чтобы организовать что-то большое, я должна быть внутриорганизованной. У меня нет внутренней организации, она меня как будто пугает. Ну, я не знаю, что сделать. Ну, когда я уже попадаю в историю, что надо что-то сделать, я уже начинаю быстро делать. Ну, знаешь, чем это мне мешает? Сто процентов мешает, что я не всегда получаю спокойный результат. Ну, как бы на ходу я уже начинаю делать, как получается, да. Вроде как сделала с той же клумбой, вроде как посадила цветы. А когда она выросла, такая, думаю, блин, высокие цветы оказались впереди. Низкие сзади, которых вообще не видно. Здесь пустота какая-то непонятная. Ну, вот получилось-то получилось, но какая-то билиберда. А что хочешь, Зоя? Ой, вот хочу, чтобы у меня в голове выстраивался какой-то алгоритм. Ну, вот пришла какая-то, ну, задача, да. И я могла спокойно, вот как будто я не могу слона мелкими кусочками есть. Вот я вижу этого слона, всё, или я не берусь, потому что, ну, вообще, как я его сожру, да. А вот как разделить на мелкие кусочки и прийти к результату? Вот сейчас говорю, вроде, кажется, ну, что здесь такого? Вот кому-то бы говорила, да? Ну, что здесь такого? Пойми подзадачи, раздели. А я как будто не понимаю подзадачи. Вот я начинаю бегать по этому слону, там, не знаю, кусать его за всякие места, за которые могу достать. И в конце концов, ну, у меня получается покусанный слон. Ну, так, да, я его не съела, я просто устала от того, что я его кусаю. А алгоритм, там, что нужно сделать, я не понимаю. Как будто хочу быстрого результата, да, в этом. Не могу идти к цели поэтапно. Хочу вот быстро получить результат. Хотя понимаю, что это не бывает так, да. Результат какой-то особенно большой цели, он дробный. У меня, знаете, здесь какой-то вот самообман включается. Вот как будто мне можно сказать, я и так смогу. Ну, все там, я вот понимаю, что кто-то идет к цели пять лет. Молодец, а я и так смогу. Как-то так, да. И потом, когда у меня не получается и так, я разочаровываюсь. То есть это, конечно, на мою самооценку влияет и на то, что, блин, ну, типа, три года прошло, вот он уже почти за пять дошел до своей цели, да. А я три года, вот, блин, так и барахтаюсь. Вот как-то так. Хочу вот это понять, что мне мешает выстраивать алгоритм. Вот так, наверное. Потому что у меня включается какое-то прям сопротивление. Сесть, план на бумажке написать, понять, что первое, что второе, что третье, к чему я иду, куда смотрю. Я не хочу это делать. Зой, ты несколько раз сказала про цель, куда иду, результат. Вот важно ли нам сейчас туда посмотреть? Важно, потому что иногда я не знаю цели, да. Вот как я в ателье. Только после твоей сессии я поняла, что, блин, да я туда вообще не хочу. Я иду за идеей этой девочки, да. Она так меня воодушевила своей идеей, что я тоже подумала, что я хочу шить. Но когда мы с тобой поговорили, да я вообще шить не хочу. Это не моя цель. И меня прям отпустило, я ушла. У меня даже нет капли жалости, что я упустила такое крутое ателье. А чего тогда сейчас хочешь? Вот ты сказала, что не знаю даже какая цель, какой результат. И что туда важно посмотреть. Что сейчас хочу? Вот знаешь, как будто ничего. Но мне кажется, это какая-то, знаешь, как будто я закрываюсь. Вот я не знаю почему. Потому что вот у меня такое ощущение, что я хочу просто жить. Вот не знаю, как пенсионерка. Дача, дом. Пошла куда-то там, пообщалась с девчатами. И все. Но вот я говорила, какая-то тухлятина, да? Ну сколько я так буду жить? Как бы сейчас жизнь как раз чего-то, ну как жить именно полной жизнью. А не просто там дача, дом, школа. Ну и что, я буду через 20 лет на пенсии так же жить, ходить там в магазин. Но у меня такое ощущение, как будто... Здесь настолько безопасно и понятно мне сейчас, да? Меня никто не трогает. Мне не надо какие-то вопросы решать. Я вот проснулась, приехала на дачу, пополола, что-то поделала назад, приехала. И в мир людей, самое главное, в мир людей, где есть конфликты, где надо защищать какие-то свои границы, надо выстраивать отношения. Как будто мне туда даже страшновато идти, потому что я уже привыкла сама с собой. Я, по большому счету, из профессии-то ушла. Ну, как бы я не консультирую особо. Вот здесь какая-то, как будто, ну, меня почему-то там пугает напряжение. Там надо напрягаться. Здесь я в расслабоне таком. Ну, как бы всем известно, что я хочу, не хочу. Мне известно, что они будут делать, не будут родные, да? Ну, и какая-то безопасность такая. А там нет, там надо напрягаться. Чуть не с первого шага как будто надо напрягаться. Везде, где есть цель, там надо напрягаться. Вот так. Зоя, у меня куча вопросов. Можно ей задам, ты скажешь, куда будет полезнее. Во-первых, бесконечно интересно, кто это сейчас озвучивает, этот запрос. Это из какой роли этот запрос сегодня ходит. У меня звучит как убеждение, что где цель, там надо напрягаться. Мне бесконечно интересно про безопасность и опасность, потому что я помню, что несколько сессий назад у нас регулярно эта тема всплывала, потом она затихла. Почему она вернулась сейчас? Либо что-то еще, куда чувствуешь важнее пойти? Вот знаешь, сейчас безопасность другая, да? Раньше была безопасность как защита, а здесь безопасность как напряжение. Что, ну, когда ты заходишь в какую-то сферу, ну, грубо говоря, в плохую школу я идти не хочу, я хочу в ведущую школу пойти. Я понимаю, что там ведущие какие учителя, очень целеустремленно они там работают, ну, за счет этого она и хорошая школа, да? Они задачи, они категории, выставки всякие, конкурсы, они такие, ну, их цель достигать каких-то высот, вот в этой держать школу в тонусе. Я понимаю, зайдя туда, там вот этот эгрегор учителей, которые рвут этот мир и хотят школу удержать. И я такая думаю, а я хочу, вот сейчас начнут меня на конкурсы выставлять, я должна там девочку подготовить, да, как-то. Вот в одном случае меня это захватывает, это же интересно. В другом случае такая, у меня какое-то такое ощущение, вот прям сразу такое напряжение, что я должна соответствовать, вот. И здесь у меня такая небезопасность, что я должна постоянно соответствовать вот этой эгрегору сильной школы. Потому что, ну, когда попадаешь в сильное сообщество, если ты будешь там слабое звено, тебя просто выкидут, ну, ты сама не сможешь, тебя выкинут вот эта энергия, да, потому что, ну, как это, сильные кони слабых выкинут. И вот у меня почему-то вот это небезопасность, что я не буду там с собой. Вот я здесь там хочу, не хочу, да, я могу проявлять, как я хочу, и меня все принимают. А там, извините, ну, как будто, знаешь, здесь я просто Зоя, а там я преподаватель Зоя. И там я уже не могу там расслабонить, ну, там дети, да, там, ну, там совсем другая роль. Ну, это преподаватель обязывает, там, прийти вовремя, там, если какая-нибудь, там, бывает там четверть труда. И весь, и всю четверть трудовики развлекают всю школу, они там готовят какие-то тематические выступления, ны-ны-ны-ны-ны. Я даже про это сказала, знаешь, мне вот страшная оценка, мне, знаешь, вот оценка мне страшная, что вот эти сильные учителя, которые там 20 лет сидят, они автоматически оценивают, автоматически, ну, как бы у них заточено на это. Все, и мне сразу страшно, что я там как ученица зайду. Не как учитель, а как ученица к этим акулам школы. Зоя, а как чувствуешь, что общего у Зои, которое равно быть собой, и Зоя, которая преподаватель? Что их объединяет? Ну, их объединяет желание реализоваться, вот это точно объединяет их, да, что и в обществе рост идет намного быстрее по-любому, хоть там в обществе психологов, хоть в обществе учителей, ты тянешься за ними, тебе надо, ну, там, тебе некуда деваться, да, ты хочешь, не хочешь, начнешь тянуться. И Зоя понимает, что попав вот этот сильный грегор, там, пырхаешься, пырхаешься, потом тебе придется стать такой, как они, сильной. Ну, как бы, и для тебя это станет нормой потом, ну, как бы быть такой же. И меня, конечно, это очень привлекает. Ну, вот... Вот знаешь, что меня привлекает там, на данный момент жизни, что... Мое желание, как бы, там, помогать людям, вот эта часть, да, коучинговой золи, да, там она реализуется за счет того, что ты заходишь к девочкам, да, там, типа, арт-терапия, да, типа, шьем, но если все это делать через призму психологии и желание помочь, а не научить, там, ну, ты здесь погибни, ну, шей юбку, да, а вот, ну, находить какой-то подход к этим детям, это та же психология, по большому счету, да, учителя это, там, высшие психологи, если не находят общий язык с подростками. Меня, конечно, это очень привлекает, что эту профессию я могу использовать, вот, сидят там 15 человек, готовых зрителей, да, работать с ними. Вот, смотри, как у меня здесь вылазит сейчас даже, вот, вылазит то, что у меня нет алгоритма в голове. Я просто работала педагогом, да, они приходят все разношерстные, ну, дети, ну, как и все люди, да, и настолько надо выстраивать урок интересно из раза в раз, там, грубо говоря, два раза в неделю, и у тебя должен быть настолько алгоритм внутри, что ты видишь, неинтересно, все, сегодня не готовы. Ты должна быстро какой-то алгоритм другой перестроить, да, что, ну, допустим, пришли после математики, устали, не хотят шить, все, не идет дело. Я должна тут же как будто что-то строить, как учитель, я же, ну, как бы, я ведущая там. И дать такие там задания, чтобы они смогли сейчас выполнить. А в этот момент я как будто теряюсь, и даже от мысли теряюсь, что мне надо, я как будто тогда начинаю давить, типа, я вообще двойки поставлю внутри, да, я от страха, что я не могу с ними справиться, я начинаю тогда их давить. И у меня так и происходит. Смотри, у меня, я, как сказать, ну, какая будет цель у трудовика? Научить современного ребенка шить до глупости. Ну, кому сейчас, кто хочет шить, тот умеет шить, да, он научится. Кто не хочет, да ему не надо эту юбку шить. Ну, у нас 21 век, все продается, он подошлет в ателье. Цель не шить, цель там какая-то более глубокая, я ее не понимаю. Вот, что и для чего я там сижу, да. И получается, как только ребенок не хочет шить, я в этот момент ловлю, что я плохой учитель, не могу справиться, да. И я, не понимая, какой другой алгоритм должен быть у меня, это вот везде так, смотри, я прихожу домой, дома не убрано, да. Я не понимаю, как мне надо убрать, я устала. Я начинаю думать, что я плохая хозяйка. И потом что приходит, я начинаю или себя мочить, или мужа претензии. Чупо, вот пришел с работы, мог бы посуду помыть. Типа, я дома целый день сижу не мою, да. А вот, ну, надо же мне на кого-то замочить. И там, вот, знаешь, вот умом я все понимаю, что должен быть алгоритм. Сегодня я эту комнату убираю, завтра эту, там, протер пол, вытер пыл. Вроде все, у меня нет ее внутри почему-то. Потому что это напряжение. Все, план, вот у меня, правда, это убеждение, убеждение какое-то. Любая цель – это напряжение. Все, я напрягаться не хочу, у меня начинается сопротивление. Все, я ничего делать не могу, приехали, называется. Если обратиться вот к той части, которую ты назвала коучинговая Зоя, коучинговая часть. Да. Как бы она делала по-другому? Ну, вот, с уборкой легче, потому что я отвечаю сама там, да. Зоя бы, наверное, выписала все, что нужно сделать именно сейчас. Ну, вот, прям на поверхности, что Зоя сейчас раздражает, да, в квартире. Посмотрела, что она хочет сделать сейчас. И пошла, например, сделала несколько действий. Вот, которые вот сейчас не напрягают там-то. Могу взяли пол помыть. Вот, не напрягает меня сейчас. Пошла и помыла, вычеркнула. Ну, вот, да, я бы разбила коучинговая Зоя задачи. Вообще бы понять, что я хочу сделать, да. Уборка в данный момент для меня что. Угу. А вот Зоя, где есть другие люди. Вот у меня такое ощущение, что, ну, вот, коучинговая Зоя, такая, ну, такая, которая верит, что все-все равно пойдет по ее плану, она бы спросила, что сейчас хотите делать. Давайте вместе как-то проголосуем в рамках труда. Ну, что, вот, у нас час, там, у нас 10 минут на это решить. Давайте, даю вам выбор. Ну, какая-то часть Зои боится, что, они скажут, ничего не хотим. Хотим просто сидеть в телефонах. Ну, какая-то такая, что они предложат что-то мне неподходящее. И что потом с этим делать? Ну, когда я все дала им свободу, они этой свободой воспользовались. И тут Зоя такая говорит, нет, значит, ничего не хотите, будем юбку сшить. Все достали, сели, кто еще, два. Вот, ну, вот так как-то это у меня в голове. Ушли в директиву, про которую ты как раз говорила, что это силовая история. Вот, смотри, если, вот, где убираю, что я им предлагаю варианты, ну, допустим, шьем юбку, там, не знаю, что мы можем еще сделать. В другом случае, я такая думаю, у труда, как у любой предмета, даже если он не ведущий, да, есть план. Я не могу сильно отходить от плана. Если мы должны за четверть отшить юбку, то, как бы, я не могу каждый раз идти к ним на поводу и не шить эту юбку. Ну, тогда, ну, любой преподаватель будет говорить, что хотите делать, да, ну, и там половина скажет, давайте, там, послушаем что-то. Ну, и что, какой результат тогда будет? Знаешь, как будто вот есть слово «надо», ну, как бы, все. У нас задача сшить юбку, и она не обсуждается. Вопрос, сколько ты сегодня сошьешь юбку? Ты сделаешь одну выточку или сошьешь всю юбку? Ну, это, ну, разные вопросы, да. А направление одно. Мне как будто качаться не надо. Я сама качаюсь. Вот у нас есть задача сшить юбку? Я начинаю, ну, давайте тогда, там, не знаю, вышивать будем, там, не знаю, спеть песни, про психологию поговорим. А при чем все это, если у нас задача сшить юбку, да? У меня есть цель. Я почему-то начинаю сшататься. Мне как будто вот прямо идти тяжело почему-то. Зоя, вот ты сказала чуть раньше, что непонятно, зачем вообще современным детям шить юбку. Ну, я, честно, тоже не понимаю, для чего. Вот я сама технолог швейного производства, да? Я себе не шью, потому что все продается, все. Но если какой-то человек очень нестандартный, ну, да, он шьет. Или человек хочет быть очень модным, ну, каким-то вот все такое не купить. Аааа. Вот раньше, знаешь, сейчас тебе объясню. Раньше, когда очень мало было денег, в принципе, у людей, у всех, да, это шитье равно экономия. Шить было намного... Вот тогда мозг у меня четко понимал, для чего шить уметь. Для того, что это дешево. Ты там тканюшку купил, юбочку шил, она там стоит пять тысяч, а тебе тысяча обошлась. Вау, ты можешь пять юбок шить. Вот это как будто выгодно. Сейчас вещи стали настолько дешевыми, что дороже шить. И вот как будто моя ушла ценность вот этого. И... Вот знаешь, знаешь, что я сейчас поняла? Когда я не понимаю, для чего это. Например, вот уборка квартиры. Чистая квартира – это не моя ценность. Ну, как бы я могу сидеть. Там же нету такого прям, что, там, не знаю, говно на обоих висит, да? Ну, в общем-то, нормально. Ну, конечно, там где-то пыль, где-то вещи подбросаны. Ну, я это за пять минут могу убрать, если там люди позвонили и сказали, придут. Ну, полчаса, и квартира будет чистая. И мой мозг не понимает, если я сижу дома, меня, в принципе, эта пыль не раздражает. Телек я с большим удовольствием смотрю. Почему я должна встать и напрягаться? Для чего? Я одна дома, и никто ко мне не придет в ближайшие пять часов. И даже если муж придет, его тоже это не торгелит. Ну, как бы пыль и пыль. Получается, если я не понимаю, для чего мне это, вот прям не понимаю внутри, у меня не работает слово «надо». И мне это мешает, потому что часто, ну, у многих же нету понимания такого глубинного, для чего я это делаю. Человек встает и делает, ну, потому что, ну, не знаю, почему. А для чего тогда ты идешь в школу? Я сижу уже много лет дома. Перепробовала очень много профессий. Я поняла, где есть такой слаженный коллектив, огромный коллектив. Там интересно работать, потому что там постоянно какие-то мероприятия, там работа вот выстроена каким-то круговоротом, что даже если ты не хочешь, ты будешь двигаться. Вот, знаешь, я как будто засела уже, и сама двигаться я не буду. Я уже в зоне комфорта таком мощном, что клиентов искать, зачем мне это надо, да? Это, ну, как бы, меня никто не заставляет там дома шить, клиентов тоже там обслуживать, зачем мне это надо? А там ты заходишь, будто мне надо разогнаться где-то. Ну, вот, я захожу в систему. Во-первых, там полдня работать. Это огромный плюс мне, ну, учитывая, что у меня ребенок школьник начинающий, во-вторых, это около дома, в-третьих, стабильная зарплата. Сейчас преподаватель нормально получит. Ну, как, не огромные деньги, но нормально. В-третьих, там соцпакеты, летом отпуск, что для меня немаловажно, 56 этих календарных дней я официально отдыхаю. Всякие больничные, все оплачивается. Как будто это вот сфера, где я чувствую себя защищенно, где я... И я начну двигаться. Как будто я выйду вот из этого, из этой ситуации. Я потом наперед думаю, что если я захочу все-таки в психологию идти, когда я буду трудовиком, я всегда могу подать в школу, ну, закончить, там, не знаю, магистратуру по психологии и пойти психологом к подросткам. Это очень интересная сфера, очень. И ты автоматом там сидишь, ты уже вошел в систему школы, ты уже ее не боишься, ты просто переходишь на другую профессию и реализуешь себя. Вот у меня такое, что, ну, пока я сижу дома, я никуда не иду, потому что это все, ну, как... Все из зоны того, что, блин, мне там неизвестно, и как будто я боюсь. Ну, это же что-то новое, да? А чему тогда важно было бы научить детей, Зой, в твоих уроках? Ну, вот я просто ставлю, что вот если бы у меня была дочка, да, пацан, да и пацан, вот учитель, вот Миша у меня, учитель труда, да, хотела бы, чтобы он научил его стругать, да, как бы если ему интересно, но почему бы современному мужику не уметь стругать, да, или там пилить что-то, или на досточке эти вырисовывать, ну, как они выжигают. Вот мне, как маме, было бы очень интересно, что мой ребенок, да, просто он знает, что это такое, да, на уровне этого. А если человек очень увлеченный, и он там, ну, идет куда-то глубоко, с ним там механизмы машины показывает, да, вообще рассказывает физику на уровне труда, да, знаешь, как будто это все интересно, если человек увлечен, вот хоть что возьми, готовка полегче, все любят кушать, да, там тот же салатик приготовили, сели, поели, ну, как бы перекусили во время работы, учебы, отдохнули, знаешь, как будто труд должен быть для них релаксом, не еще одной задачей, потому что школа-гимназия, они там, ну, нагружены, перезагружены эти дети. И если из труда еще сделать, извините, вы в любом случае у меня выйдете мотористками, да, то это как будто они еще здесь, да, здесь вот такую кипу учить, еще эту юбку дома шить. А вот если это сделать, это просто, правда, должно быть какой-то передых для них. Ну, здесь они энергии получают, а не еще выжимаю я с них эту энергию. Ну, туда самое главное, это создать обстановку, где дети отдыхают, вот где они идут и вот прям перезагружаются. Зоя, так интересно, вот ты когда рассказывала прям вот про энергию, у тебя были очень активные руки прямо. Да. О чем они хотели сказать? Просто я такая думаю, конечно, на уроках труда можно и музыку включать, да, и можно включать какие-то такие, как нейрографика, что-то. Это же тоже как творчество, да, там юбку пошили-пошили, включили такое. Почему-то мне становится страшно внутри, что когда школа требовательная, да, такие учителя, которые, это надо тогда отстаивать, вот эти методики, потому что ты сразу становишься белой вороной, ну, как бы, и все говорят, вы что хотите там в любимчиках ходить? Все учителя строгие, все, какой релакс, да, они в школу пришли. И вот какая-то такая, что быть типичным учителем... Сейчас я закрою. Короче, у меня вот вещь с пониманием, чего я хочу, вот здесь я спотыкаюсь. Когда я понимаю, чего я хочу, тогда легче выстраивать алгоритм, да, пока я не понимаю, вот вроде как... А в другом случае, если у девочек есть задача шить юбку, ну, тогда найти такую юбку, которую они будут носить, и довести до результатов, а нереальное, чтобы ее носили, да, где-то помочь. Ну, вот как бы не то, что она шьет, но не получается у нее, где-то там ей этот пояс помочь пришить. Ну, что у меня-то руки набитые, это хорошие машинки отрегулировать, даже если за свой счет это там невеликие деньги, да, выстроить эту работу, чтобы эта юбка стала интересной, чтобы девочка шила качественную юбку и ходила. И когда она одно изделие для себя сошьет, она поймет, что это прикольно, даже говорить, а эту юбку сама себе шила. И тогда это как-то заинтересовывает, да, с удовольствием шить. Не относиться к труду там, типа, ладно, там математика серьезная, что там труд, время тратится. А кто-то из детей же реально этим заинтересуется и для себя вполне может всю жизнь шить. А, например, из такого ряда, что подшить джинсы, ставить замок в брюки, да, в джинсы, там, в брюки, в джинсы, там, ставить в куртку замок. Это из ряда вообще, что, ну, бывает, тебе даже времени нету добежать до этого ателье. Ты раз встал, сел дома, да, значит, делал и отправил. Ну, как бы это очень удобно. Знаешь, здесь мне, правда, надо вспомнить ту себя, которая начинала шить. Насколько это было прикольно, и насколько все всегда восхищались, когда ты там в 20 лет можешь себе шить брюки, юбку, и тебе прикольно в этом ходить. Это такая история про самоидентификацию. Я еще и это могу, я еще и это могу, да. И у них этот же как раз период идет, когда вот они пробуют, что они могут. Ну, и вполне возможно, кто-то потом в модельеры пойдет, да. Ну, почему я этот труд обесцениваю? Кто-то там творчески-то и пойдет. И здесь вот дать право выбора этим детям. Заинтересовывать, ну, да, кто-то математика, кто-то и очень творческая личность, и он и пойдет, и пойдет, и пойдет, и будет где-то сидеть. Вот здесь, знаешь, моя часть быть собой. Если я позволю себе быть собой, я позволю им быть собой. И тот, кто вообще не хочет, тому помочь с этой юбкой. Ну, правда, ну, блин, девчонка там олимпиадница по математике. Ну, шили и шили. А кто хочет, там вот складываться, как будто увидеть где-то ядро, которое... Слушай, вот это интересно, да. У математика-то у него тоже 3-4 человека каких-то гениальных. А все остальные сидят и сидят. Они там могут таблицу умножения до 11 класса не знать. Но он же не напрягается. Кто хочет, он за собой тянет на олимпиады. Кто не хочет, ну, идет в общем режиме среднеобразовательной школы. И здесь тоже я не обязана весь класс научить. Вот будет какой-то костяк, который хочет. И вот там и вкладываться. А все остальные... Ходят, ходят, сидят, сидят, как могут, делают. Как бы всем пятерки, четверки ставить. Ну, это труд, он не должен потеста отпортить. Здесь, знаешь, что? Не придавать значение качеству и результату, а придавать значение интересу. Труд про интерес. Здесь какой результат? Здесь результат только у кого есть интерес. Да, да. Зоя, что сейчас чувствуешь, когда смещаешь фокус внимания на процесс, а не на результат? Ты так засмеялась? Ну, я такая думаю, что это во всем у меня работает. Даже уборка, если у меня есть интерес быстро убраться, я сейчас быстро, у меня же не срабатывает, типа, ой, не хочу. Ну, у меня же интерес включается. Надо этот интерес как-то включать в себе. Вот научить вот какому-то внутреннему алгоритму включать интерес. Когда у меня есть точка B четкая, зачем мне это, тогда у меня какой-то быстрый алгоритм включается, да, что зачем, быстро, 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 и я делаю. А если у меня нету интереса и понимания, для чего я это делаю, всё, я какая-то размазанная. Даже насчёт клумбы. У меня там не было интереса сделать красивую клумбу. Я даже не вчитывалась, какие цветы я сажу. Я так повтыкала. А если бы у меня был интерес прям сделать клумбу, тогда я бы её как-то размечала. Может быть, позвала человека, нашла бы его где-то там. Среди знакомых же есть цветочники прям такие, которые мне расскажут, что там вперёд сажать, что назад. А может, у него большой опыт вообще эти клумбы делать на даче. А у меня была тогда цель – отвязаться. Быстрее посадить и отвязаться. Вот моя цель была. Но я и отвязала, если они растут как могут. Вот знаешь, у меня какая-то такая сейчас смысл, что мне надо чётко искать точку «Б». Чётко. Вот кого-то это «Б»… У кого-то это «Надо» встроенное, да? А у меня встроено «Хочу». Я пока не нашла, почему «Хочу». «Надо» у меня не работает. Ну, как-то… Или взращивать «Надо» в себе как-то? Не знаю, взрастится ли оно. А это… А в другом случае, вы знаете, ещё тоже такая. Думаю, я 10 лет замужем, 11. Я никогда не была суперхозяйкой. Тем не менее, все живут достаточно комфортно, ну, всем нормально. Я думаю, зачем я тогда пристаю к тому, что и так работает? Вот не хочу я сегодня убираться, я не убираюсь. Но я начну это самоедством заниматься. Типа, квартира должна быть идеальная. Квартира должна быть чистая, обувь должна быть чистая всегда стоять. Кровати должны быть заправлены. Знаешь, как будто это не моя история. Ну, не заправлена она везде. Как это, муж всегда смеётся. Зачем её заправлять, если к нам домой никто не приходит, и мы придём и опять ляжем. Да пусть она будет расправленная. Говорит, я так люблю, когда она расправлена. Я пришёл с работы, сходил в душ. Мне не надо это убирать. Она расправлена. Я бухнулся и валяюсь. Как будто вот эта неразбериха, она настолько уже привычная, какая-то в классическом понимании неаккуратность. А я всё равно её долблю. Что вот придёшь к людям, а там так всё чистенько, аккуратненько, салфеточка к салфеточке. Ну вот всё прям любое. А я такая думаю, блин, а у меня совсем не так. Ну, работает же. Схема-то работает. Зоя, а скажи, пожалуйста, вот ты, мы начали с того, что тебе было важно понять, что мешает выстраивать вот этот логаритм. И по ходу нашего разговора ты прям сразу это всё проговорила, что именно мешает. Это что и небезопасно, и что боишься оценки, и что вот в системе важен результат и важно соответствовать их требованиям. Что сейчас для тебя становится яснее, может быть, по твоему вопросу? Что меняется? Знаешь, я сейчас такая вот, вот ты когда сказала про идеальность, знаешь, я такая думаю, блин, ну я из ряда неидеальных. Ну вот есть люди идеальные, да, вот они какие-то идеальные, они всегда накрашенные, они всегда при прическе, они, я не знаю, что это им стоит, да, но они вот какие-то, ну как будто они спят там, не знаю, стоят с прической. А, ну есть. То есть, а я как будто уже внутри себя, или это убеждение, как будто я не идеальная, я себе всё это доказываю, да, ну я же не идеальная, почему у меня должно быть убрано? Я же не идеальная, да, а сейчас такая думаю, а что такое идеальность? Вот есть люди хиппи, ну как бы они вообще какие-то на улицах живут, ну у них есть, ну лидеры же тоже в этом хиппи, как будто я, знаешь, выбираю идеальных, не своего, как будто я выбираю идеальных, не своего теста, ну как, не идеальных, не из такого, грубо говоря, хаотичного характера, да, каких-то вот пофигистов, которые хотят свободно жить, которые легко живут, а вот каких-то очень собранных, организованных таких, ну, вообще не чувствующих, есть цель, вот как будто я на тех смотрю, и мне кажется, вот он идеал, но это совсем другие люди, совсем, ну как бы, другой ряд, а на своих я смотрю, мне кажется, ну что, я такая же, какой идеал, ну мы не идеальные, вот такие живущие какие-то, хочу, не хочу, вот как живу, так и живу, и я когда с ними сравниваю, знаешь, как будто я такая расстраиваюсь, что вот им так легко, они вот какие-то родились роботами, да, они встали, кровать заправили, расчесались, взяли свою папку, пошли, пришли, обед готов, все сделано, к ним в любое время, суток зайди, не всегда она прибранная, дети прибранные, ну там, тысячу блюд она быстро приготовит, там, ну вот как-то очень собранный человек, и как будто я, я вот, мне кажется, что это идеал, это идеал, хотя она может смотреть на таких, как мы, и кажется, господи, почему я так не могу, почему я не могу просто лежать в неубранной квартире, это, короче, здесь, знаешь, как будто принять свою неидеальность, я ее не принимаю, не принимаю, вот я не хочу напрягаться, но и неидеальность я свою не принимаю, мне приходится, ну, и там сопротивление, не хочу делать, и здесь сопротивление, я не идеальная, да, какое-то везде сопротивление получается, вот что я поняла. Куда нам тогда важно сейчас посмотреть? Интересно, можно посмотреть именно в это сопротивление? Давай. Знаешь, мне просто, вот я сейчас когда проговорила, как будто нелогично, ну, как будто тебе спрашивают, ты какой хочешь быть, идеальный? Да. Тогда в 6 утра встала, завтрак приготовила, в дождь сходила, феном высушилась, губы накрасила, там, оделась, ну, и до 9 часов ты делаешь четкую работу по минутам, все, ты к 9 утра идеальная, идешь на работу, супер, но спишь меньше. Я такая, о, не, мне так не подходит, типа, ну, все, тогда прими, скакиваешь полдевятого, расчетываешься на ходу, одеваешь все, что, ну, перед глазами, вылетаешь, ну, спишь до полдевятого. Мне как будто второй вариант больше отзывается, почему-то до тех пор, пока я не увидела, вот даже образно, вот ту идеальную, которая так же в 9 утра идет, вот какая-то, ну, уже все сделано. Знаешь, у меня вот какой обман мозга? Я хочу не напрягаясь получить то, что человек получает, напрягаясь. Я хочу вот как-то вот так получить, вот не знаю как. Грубо говоря, знаешь, вот есть фигуры, ест сколько хочет и не толстеет, да? И вот она там, и детей понарожала уже, и все у нее, да, а фигура как была и есть, но я не знаю, что она делает за своей фигурой. Может, она на массаже ходит, и все, но как-то кажется, что оно ей дано, а мне здесь надо постоянно что-то напрягаться, там, на диетах сидеть, куда-то ходить на фитнес, и все это не так, ну, как бы, и все равно это не особо помогает, да, это надо еще сильнее напрягаться. И кажется, я хочу так же, но не напрягаясь. Вот так как-то, самообман в голове. А легче же принять свое тело, ну, вот такое тело, ну, люблю, какое есть, да, и все. Ну, у нее классное тело, вот она может, так себя держать, блин, ну, классно. Я не хочу себя держать, люблю тело, какое есть. Вот есть животик у меня, ну, и классно, мой же животик. вот как будто мне надо вот к этому состоянию дойти внутри, принимать вот все, что есть. Какая есть, но такая и классная. и как можешь это сделать? Мне так смешно сейчас такая фраза в голове. Идеальные люди, это те, которые считают себя идеальными. Ну, вот как бы, когда она тебя ведет, типа, это так и задумано, ну, типа, я не убираюсь не потому, что, там, не успеваю, а я не хочу убираться. Вот мне так норм. Ну, как бы, вам не нравится, не ходите. Давайте встречаться в кафе. Знаешь, как будто вот прям ходить по квартире и говорить, да мне нормально. Вот по-честному, мне нормально. Вот принимать, вот принимать, где я не хочу, вот реально ходить и принимать. И прям спрашивать тебя, тебя саму, вот когда ты одна дома, мешает? Нет, все, все. Ну, не зови домой людей. Когда позовешь, тогда ты прям предупреждаешь, ко мне нельзя приходить без звонка. Ну, не знаю. Вот мне надо за два часа позвонить, и вы туда придете, если мне это комфортно. Или когда они пришли, договориться с собой, что все, что происходит, в моей жизни, для меня идеально. Было бы не идеально, я бы это переделывала. А то, что оно не идеально для кого-то с другого теста, вот реально я как будто хочу делать для кого-то, не для себя, а для кого-то. Вот я даже представляю, что придет вот такая чистоплюйка ко мне домой в тот момент, когда не убрано. Мне даже от мысли плохо, что у меня такое чувство вины сразу поднимается, что мне так неудобно, мне хочется вот прям перед ней тряпкой мыть. Ну, вот какой-то, или там учитель крутой зашел, и я как-то вот в расслабленном состоянии, мне хочется там скачать и начинать писать на доске, что вот мы работаем, работаем, типа, кому-то показывать свою идеальность хочется, хотя зачем? Ну, как бы, для чего? Для чего? Чтобы не нарваться на критику. Даже не то, что меня оценили, как-то вот меня это прошло, а чтобы не нарваться на критику. Как будто я с критикой не знаю, что делать. Ну, как на нее реагировать, да? Люди, которые критиканы, такие рьянные, они же, ну, как бы, они даже, вот такое ощущение, ну, это, кстати, маленькая Зоя была здесь, что там даже, она может ничего не говорить, ну, так сосклячить морду, вот такие идеальные, да, что, или там есть люди, которые придут домой и начинают протирать все стаканы. Ну, у меня чистые стаканы, но вот у них какой-то бзик по чистоте, да, они там салфеткой начинают протирать все, или там возьмут стульчик свой протрут. Ну, не знаю, такое ощущение, как будто у меня все грязное. Хотя я понимаю, что они и дома так будут натирать, ну, у них бзик по чистоте, да, там у них это, ну, у меня сразу на свой счет беру. Вот, как будто... Зачем? Зачем начинаешь представлять себе, что приходит чистоплю, и как тебе? Зачем поднимается тогда это чувство вины? Зачем вот рисуешь себе такие страшные картинки? Как будто я могу быть идеальной только из-за чувства вины, из-за чувства вины. Вот я могу... Чуть-чуть раньше ты сказала, что нету идеи быть идеальной. И что значит тогда быть идеальными? Вот это у меня... Вот это защита от критики, вот сейчас, когда я проговорила, у меня почему-то сразу, что я больше всего боюсь этого, да? Знаешь, почему? Потому что грубо говоря, то есть, ну вот, вот я даже, а зачем я это рисую? Зачем я это рисую? Потому что я этого боюсь. Я боюсь критики такого человека, который вот все делает, да? И если он ко мне прибыл, в другом случае, почему он должен ко мне вообще ко мне приблизиться? Ну для чего он в моем поле такой человек, да? как бы и второй вопрос, почему я вообще позволю это делать, да? Если даже человек начал это говорить, можно же очень корректно сказать, что как будто я не знаю, что говорить, знаешь, я как будто не знаю, чего, я перед ними теряюсь, я такой какой-то суслик становлюсь, такая, да, да, я сейчас уберусь, и как будто мне легче сразу убраться, чтобы только это не услышать. Вот эта критика меня вводит в какую-то парализацию, и я так боюсь вот этой парализации, ну вот какое-то вот это чувство, что я попаду в это состояние, что я начинаю пугать, что вот если он придет, я уже должна быть готова, и мне легче убраться, чем как-то вот, ну, справляться с своей парализацией, вот так. Зоя, правильно слышу, то есть получается, что никто условно еще к тебе не идет, но ты начинаешь создавать в своей картине мира некую виртуальную реальность, где к тебе уже кто-то идет, начинает тебя критиковать, ты начинаешь испытывать такие-то чувства, тебе надо понять, как ты будешь на это реагировать, и уже прямо разворачивается целая жизнь. Да, и вот здесь включается сопротивление, потому что это же для меня агрессор, и когда у меня чувство вины включается, следующее чувство у меня начинает это злоть, я тебе никому ничего не должна, еще никто не пришел, а у меня такая запутанный клубок, что я уже ничего не хочу делать, хочу только вот этой парализацией сидеть на диване и ничего не делать вообще. Ага. А что тогда происходит вот с твоей реальной текущей жизнью в моменте здесь и сейчас, когда ты там, когда тебя вообще получается нет, или я неправильно слышу, я очень люблю смотреть телевизор, очень, и я каждый раз такая себе задаю вопрос, что в этом телевизоре, как будто там, знаешь, такой, я люблю фильмы какие-то мотивационные смотреть, там как будто успех, результат, интерес, интересная жизнь, любовь, и как будто мне легче проваливаться вот эти какие-то интересные истории, и я там получаю столько эмоций, и как будто я проживаю там кучу эмоций, ну ухожу в какой-то виртуальный мир, при том, что я это понимаю, у меня активный живой мир, но я фильмы смотрю, вот мне скажи, смотри 24 фильма, 24 часа, мне кажется, я буду смотреть, я прям, я могу один фильм по три раза смотреть, я прям удовольствие от него получаю, да, получается, мне настолько вот как-то, вот, ну, когда я попадаю вот в эту какую-то свою травму, у меня, у меня еще ничего не случилось, у меня картина нарисовала уже вот это именно состояние парализации, я не знаю, что делать, все, я как замороженная встаю, и мне почему-то вот это состояние настолько меня ограничивает, что мне легче лечь и вообще ничего не делать, да, зато, ну, и получать эмоции такой дофамин от этих фильмов, ну, я там правда и поржу, и поплачу, и все, что я там только не сделаю с фильмами, да, короче, как будто вот здесь это, такое ощущение с каждой моей целью рядом стоит какой-то идеал, которым я уже изначально не соответствую, который все равно расхерачивает мою цель, да, как бы я идеально не убралась, все равно придет такая чистоплюйка, которая там каждый угол свой моет каждые полчаса, ну, как бы, как будто везде есть тот идеал, до которого мне не дотянуться, и он меня будет критиковать, и все, и я западаю в какой-то круговорот эмоций, с которыми не могу справиться. Причем ты это делаешь, Зоя, потому что для меня звучит, как если бы этот тот, кого ты ждешь, идеальный, кто придет, он существует только в твоей голове. Да. И тогда получается, что ты сама все останавливаешь. Знаешь, как будто вот есть же две стратегии от кнута и от пряника, да, вот у меня как будто такая мощная стратегия от кнута, но так как я уже взрослая, я могу, типа, ну, меня никто не бил, но как-то все равно советская даже жестко, да, как будто я сейчас такая, только ударь, но я все время в каком-то, ну, понимаешь, ты кнут-то в руках, и я, а вот от пряника как будто у меня мозг не может это делать, не может, просто, например, спросить, ты хочешь убираться, вот хочешь в чистой квартире лежать? хочу, да давай быстро беремся сама с собой, там полчаса и квартира чистая, все, классно, какой пряник хочешь, да фильм хочу посмотреть, давай валяемся, ну, вот как будто вот так у меня мозг не работает, а вот эта кнута у меня очень понятная, ну, как это работает, как это жутко, как это страшно, когда ты не справился, как ты вот это все выслушиваешь, и правда, что ты вот переложил кучу усилий, столько времени, и ты все равно, все равно что-то не так, и тогда тело говорит, да вообще ничего делать не буду, вот так как-то у меня работает, вот такое чувство, что идеально сделать не могу, ну, потому что идеал это вообще такое, ну, как, что такое идеал, может быть, никто в мире не может идеально сделать, да, а это, а там сопротивление, сопротивление против неидеального, знаешь, наверное, вот если в себе разрешить делать как получается, вот делаю как получается, вот все, там пол протерла, протерла, там не все принтуса вымыло, да, и бог с ними, протерла же, так, и это, разрешать себе сделать, как получается, все, и за это себя хвалить, прям хвалить, хвалить до тех пор, пока мозг не поймет, что любое твое действие, блин, да ты вообще молодец там, утром проснулась, зубы почистила, молодец, ну, как бы, что вот какая-то такая история, получать хорошие эмоции, тогда мозг, наверное, будет считывать, что любое действие, это молодец, любое, ну, как бы, ты же сделал, для чего ты сделала, ну, могла бы не делать же, зубы почистил, а что сейчас чувствуешь, когда рассказываешь, вот, про этот сценарий, хвалить себя, делать, как можешь сделать, здесь всегда взращивать самоценность, да, что бы ты ни сделал, все хорошо, вот какая-то такая история про, я люблю тебя любую, ну, самую себя, да, вот, что бы ты ни сделал, все, как это, еврейские мамы, вот, что бы ты ни сделал, лучше, ты, ну, лучше на свете, да, и вот это история, что, правда, про безопасность, ну, как смог, так сделал, ну, получилось самое классное, тогда история, что хочется сделать, потому что я сделаю идеально для себя, вот так, а если становишься сама себе, вот этой еврейской мамой, что происходит тогда с сопротивлением, она, кстати, улетучивается, хочется сделать, потому что, ты знаешь, все тебя похвалят, сто процентов похвалят, да, там, грубо говоря, ты накрыл стол для гостей, вот как смог, там, не хватило еды, ну, допустим, да, да, ничего страшного, 21 век, магазины рядом, побежал, что-нибудь купил, доставил, ну, чувствую, да, блин, пролетел, это, ничего страшного, и даже гостям сказал, ну, что-то не учла, сейчас гоняю быстро, и все воспринимают, я была в такой ситуации, и все говорят, да, конечно, давай, и тут же я принесла торт другой, мы нарезали его, и все с удовольствием ели, и у кого не было мысли, что что-то не то, ну, они даже обрадовались, что еще один торт появился, тогда, знаешь, нету страха ошибиться, ошибок нету, есть только, ну, типа, все равно молодец, давай, теперь что-нибудь с этим сделай, все равно молодец, ну, реши. А если вот еще то, о чем мы говорили, если смещаешь фокус внимания с результата на процесс, и просто ты кайфуешь, и ты уже молодец, потому что ты это делаешь, и ты вот абсолютно в этот момент счастлива, стараешься делать по максимуму, тебе нравится все, то как тогда? тогда как будто результат примерно намечен, примерно, да, но он может варьироваться, ну, результат, ты идешь, делаешь его удовольствие, и ты можешь его чуть-чуть там скорректировать, ну, так, это, нету идеального результата, он по ходу меняется, и тогда это просто наметка, такой, закинул камешек туда, и даже если у тебя что-то не так получилось, так задумано было, да, но у меня же не было точной темы, знаешь, и тогда как будто не смотришь по сторонам, делают люди, делают у них вообще другая задача, да, у них свои какие-то интересы, там, свой результат, ну, грубо говоря, кто-то хочет выпендриваться, кто-то хочет пообщаться, кто-то хочет в гости пригласить приезжих, у всех там разные задачи, и каждый ее достигнет, кто-то просто ведро картошки наварит, но стол поставит с водкой, и считает у него крутой стол, и вообще, и правда, все посидят классно, поржут, и потом будут вспоминать, лучше вечера не было, и это, вот здесь, как будто мне надо постоянно, а что я хочу получить от этого, да, и к этому уйти, что если удивить столом хочу, тогда удивляй, а если я хочу просто пообщаться, да там, может, два блюда хватит, людям не надо вот это, наваливать еды, и мне не надо напрягаться. Прости, Жой. Да-да, скажи, скажи. Не-не-не, я тебя перебила. Знаешь, мне такое чувство, что мне надо прям мысленно отодвигать, представлять этого идеального человека, образ идеального человека, и прямо вот так, знаешь, такой отдалять, отдалять, и превратить точку какую-то. Его нету, нету идеального. Это моя какая-то фигура придуманная. Сейчас самого идеального, спроси, да у него там столько зажимов и комплексов, он поэтому идеальный, да, он мне скажет, Зоя, да ты че? Могу немножко фумировать, Зоя? Да. Вот смотри, начали с того, что мешает выстраивать алгоритмы и много-много всего, и сопротивление, и оценки, и идеальность, а потом пришли к тому, что важно разрешить себе быть собой и делать то, что ты хочешь, и перестать себя сравнивать, и убрать эту идею виртуального, идеального мира, и стать самой себе еврейской мамой. И, знаете, я такая подумала, что если стать еврейской мамой для каждого девочки, которая пришла на труды, дети-то у нас, ну, в основной массе недолюбленные, да, мы все любим критиковать, и если очень тёплый учитель, который, ну, прям, может, где-то через себя, там, говорит, блин, у тебя сегодня выточка получилась, ну, очень крутая выточка, и пусть там все юбку уже сшили, и вот найти тот крутой результат, который получился, все же мы идём вот на это хорошее, где нас свалят, всем же прикольно это получить, вообще воспитывать себе вот эту еврейскую маму, что она всем нужна, она не только внутреннему или своему ребёнку, еврейская мама нужна всем. Да. Кто ещё, Зои? Прям, ты так как-то стала намного мягче к концу. Да. С тем, как начали. И когда, я такая думаю, и вот эта еврейская мама, попробуй ей доказать, что у неё неидеальный сын, да, она это даже не услышит, да, она даже не будет спорить, она скажет, вы что, женщина, идите рядом, мимо, что там настолько непоколебимая вера, что человек не придумывает, а правда верит. И вот здесь надо правда, вот это чувство себе воспитывать, что для меня мне идеально, а там уже, извините, ну как бы ищите, что для вас идеально. Я такая думаю, да, и когда вот ты так любишь то, что делаешь, ты в каком-то вакууме находишься этой любви, и человек критикан, он даже бывает не посмеет. Вот бывает же, когда мама так влюблена в своё ребёнка, и ты видишь, блин, ну вообще, ну вообще не туда. Ты даже ей не скажешь, зачем? Ну как бы, ну хочет она любить своё чадо, или там чего-то, да пусть любит. Тебе-то что, зачем её разрушать? И ты даже не скажешь ей о том, что, блин, ну сейчас перехваливаете. Получается, как если бы ты разрешала быть себе самой, себе собой, и разрешала окружающим тоже проявляться, каждый кто как хочет. И любви хватит на всех. Да. И даже критикану, ну выслушали и выслушали, ну как бы, с тебя как с гуся вода, да? Это его мнение. Ну что? Знаешь, я такая говорю, у меня такое какое-то, знаешь, такое ощущение, блин, я так хочу вот это чувство прям себе взрастить на постоянку, но это какого-то из мира недосягаемого такого, знаешь, как будто, знаешь, вот как бы не все залетают в космос, и вот у меня вот такое чувство какое-то внутри, что, блин, как круто иметь такое внутри чувство, ну, это же как надо его взрастить себе, чтобы ты вообще ни на кого не реагировал. А можешь тебе это разрешить, Зоя? Могу, могу. Да, разрешаю себе любить все, что я делаю, и разрешаю быть собой, себе и всем вокруг быть собой. И воспринимать это просто он такой, да, что это не про меня, это он про себя. Ну все, как-то вот, он просто такой. Можем двигаться к завершению или что-то важное еще проговорить? Можем двигаться к завершению, какое-то, знаешь, такое, аж тепло как-то внутри. Вот я вижу, и ты так руки кладешь на сердце, прям кайф. Да. С чем уходишь, Зоя? Знаешь, мне очень понравилось, как ты, знаешь, подметила, что у меня в голове этот идеальный человек, ну типа, у тебя в мире-то они есть, нету, правда, нету. Все примерно как я. Ну, плюс-минус, да? Ну зачем-то я его держу, и мне так смешно стало, что для чего он мне нужен-то. вот, и ухожу с тем, вот с этой еврейской мамой, прям вот с этим ощущением, что там ее Зизя всегда прав, всегда он лучше, он самый, это лучше ребенка нету. Знаешь, и вот это ощущение к моему внутреннему ребенку, да, что он самый лучший, и что бы он ни сделал, самое мелкое, это лучший результат в мире. И тогда, правда, хочется еще, когда ребенка хвалишь, да, хочется бежать, еще сделать, еще, 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 чтобы еще сделать. И вот это, такое чувство, азарта подключается. Если бы энергия пошла, об этом, да, Зои? Да, да. Супер. Спасибо тебе большое за сессию, было круто. Да, тебе тоже спасибо большое, как ты вообще замечательно вот эти тонкости подмечаешь, и как-то оно раз, раз и раскручивается. Очень рада. Скажи, могу оставить запись, Зои? Да, можешь. Супер, сейчас тогда я ее, нет, если я буду очень долго думать, как ее установить. Скажи мне, нет, Продолжение следует...